В прошлом году экспорт продукции, ремесленничества гончаров, мастеров по вышивке, ювелирному делу, резьбы по дереву, ковроткачеству и других превысил 13 миллионов долларов. Так, в 2022 году за счет кредитов и субсидий в рамках программы развития ремесел создано свыше 90 тысяч новых рабочих мест, две трети которых приходится на женщин. Какие планы развития начали притворяться в жизнь в этом году, расскажет Ольга Русакова. Гости нашей страны традиционно увозят с собой частичку Узбекистана, а местные жители с удовольствием используют посуду, предметы утвари как в быту, так и для украшения интерьера. А изделия народных мастеров продолжают оставаться неповторимыми художественными ценностями, отражающими особое, тонкое, поэтичное видение мира своих создателей. Национальное ремесленничество способствует сохранению богатого культурного наследия и исторических традиций, обеспечению занятости населения, особенно молодежи, женщин и малообеспеченных семей. Поэтому в республике уделяется особое внимание поддержке ремесленничества, усилению его роли в обществе. В свидетельстве тому целый ряд документов за подписью руководителя страны. Реализация определенных в них задач привела к конкретным результатам. Так, в 2022 году в рамках программы развития ремесел создано более 91 530 новых рабочих мест. Большая часть, 68% для женщин. Кроме того, за счет средств фонда вовлечения населения в предпринимательство и агентства по работе Махалабай и развитию предпринимательства в размере 6 миллиардов суммов к занятиям ремесленничеством было привлечено более 7930 безработных граждан. Всесторонняя поддержка, содействие в отделении земельных участков и помещений, подключение к сетям инженерных коммуникаций, предоставление льготных кредитов, реализации продукции ремесленничества, особенно на экспорт, а также создание в районах и городах центров развития ремесленничества. Эти и другие меры повышают статус ремесленников, усиливают желание обучаться искусству древних ремесел, равно как и готовность мастеров передавать свои знания молодежи. В 2022 году наш президент издал указ, что каждый ремесленник может бесплатно зарегистрировать свой бренд, в том числе и я тоже зарегистрировала свой бренд официально. Теперь в ближайшие 10 лет я буду работать под своим брендом за границей и в Узбекистане. Это тоже очень большой плюс, потому что это тоже очень дорого обходилось бы каждому ремесленнику. Я воспользовалась субсидией, оплатой за членство ассоциации. Это была очень большая помощь. За счет обеспечения участия 320 ремесленников в 28 зарубежных выставках, объем товара оборота в сфере достигнет полутора миллионов долларов. Поддержка экспорта продукции будет осуществляться путем усыновления кооперационных отношений и заключения прямого контракта. Планируется увеличение годового объема экспорта до 15,3 миллионов долларов. Пример, в Индежане по 34 направлениям декоративно-прикладного искусства работают более 24 430 официально зарегистрированных ремесленников. Производимая имя продукции поставляется в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, России и другие страны. Главные уборы, ножи и керамические изделия, изготовленные антижанскими мастерами, неизменно в тренде у зарубежных ценителей хендмейда. Мирзабахром Абдувахобов – представитель династии мастеров, создавших антижанскую школу керамики. Изготовленные им изделия представлены в музеях многих стран. Достижение показателя годового объема экспорта ремесленной продукции до 15,3 миллионов долларов – очень обнадерживающая перспектива. К примеру, если в республике мы реализуем это изделие за 100 тысяч сумм, его экспортная цена будет в 5 раз больше. Помимо наших доходов будет расти международное признание и популярность продукции, изготовленной в Узбекистане. До сегодняшнего дня мною обучено более 200 учеников. В настоящее время они все успешно ведут свою деятельность. Возможности, которые создаются в нашей стране для поддержки ремесленников, способствуют выявлению и раскрытию талантов, сохранению и развитию богатого культурного наследия. Остается добавить, что в текущем году в результате реализации проекта в стоимостью 112 миллиардов сумм в регионах на общей площади 17,9 гектаров будет организовано 11 ремесленных центров, что позволит создать полторы тысячи новых рабочих мест. А это значит, что не оскудит наша земля талантами, способными создавать рукотворные чудеса, поражающие богатством художественной фантазии и совершенством форм.